Если в мире все бессмысленно, сказала Алиса, что мешает выдумать какой-нибудь смысл? У меня много картин, просто я квадратики не рисую. Потому что каждый имеет свое видение. Мне интересно смотреть, наблюдать за ее процессом. Например, одного дня я молюсь с самого ранку. Потом, следующего дня я рисую в обед. А третьего дня я рисую в вечере. Ну, так я рисую. Я сама решаю, что мне рисовать. Сама. Ее работы сравнивают с известным во всем мире художником, лидером абстрактного экспрессионизма Джексоном Поллоком. Это, кстати, маленькие дырявы. Маленькие. Не могу поверить, как я это нарисовала. Такие маленькие, тоненькие полоски. Ее имя занесено в Книгу рекордов Украины. Она самая юная художница и самый молодой автор персональной выставки. Выставка после этого года будет, например, очень скоро. Очень скоро будет. Поэтому мне надо сделать, например, скульптуру, чтобы показать картины. Вот эти две. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Наша юная героиня из Тернополя живет в своем сказочном воображаемом мире. Она словно Алиса в стране чудес, только зовут ее Алисия и ей всего пять лет. Имя Алисии Захарка занесено в Книгу рекордов Украины. Ее первая персональная выставка была организована, когда художнице еще не исполнилось и трех. А всего в полтора года она участвовала в групповой выставке молодых художников Тернопольской области. И взяли ее, помню, аж девять работ. Это много. И она была самая молодая художница этой выставки. После этого нам подсказали, что можно сделать это официальным документом. У нас есть этот документ. Она самая молодая художница Украины, автор персональной выставки, когда ей было два года и девять месяцев. Это был рекорд. Наверное, его уже побили, я что-то слышала, но это не важно на самом деле. Это не важно, потому что на самом деле свой личный рекорд Алисия установила еще до года, когда совершила свои первые шаги в творчестве. Я много занималась ее развитием. Развитие мне еще с рождения. И обязательно мы планировали попробовать, как она будет себя вести с красками. Это было просто спонтанно, случайно. Мы дома с Аленкой что-то рисовали, и по факту она прилезла буквально, приползла. Там ей было месяцев девять. И к тем краскам, и что-то пробовать. То есть такое знакомство было спонтанное. Это было интересно. И в принципе маленькому ребенку для развития это не лишнее. Поэтому решили попробовать. Дали ей краски. Она сначала так робко это делала. Но потом видно было, что ей интересно, нравится. Нравится текстура, наверное, плотность краски. Как и все дети, ничего особенного не могу сказать, что там супер одаренный ребенок. Это обычный ребенок, развивающийся, которому нравятся цвета, нравится что-то новое. Впрочем, работы Алисии уже сравнивают со знаменитым американским художником, который создавал картины в стиле абстрактного экспрессионизма, Джексоном Полоком. Он выражал свои эмоции и мысли с помощью разбрызгивания краски по полотну. Они в чем-то похожи, но у него было такое свое виднее, у нее это больше похоже, как говорил научитель, такое божественное. Потому что оно не обученное ничем, оно просто есть от рождения. Наша героиня работает в такой же технике, что и Полок, но главная особенность Алисии в том, что она, как и многие дети, не ставит себе никаких рамок и совершенно не боится экспериментов. Я очень много учусь. Такие фундаментальные вещи, которые я сейчас начала применять, буквально два года последних, так это то, что я увидела у нее, научилась. Увидела, насколько смело она подходит вообще к выполнению работы. То есть это для нее не какой-то будущий шедевр, как для взрослых. Я должен сделать из этого что-то супер-пупер. Она подходит к этому просто, как к игре, как к какому-то опыту еще новому. Я сначала думаю, какую краску, а затем беру ее. Я могу рисовать картину полдня. Она экспрессивная, скорее всего. Не боится проявлять свои эмоции, свое видение. Это очень хорошо, потому что мы уже как взрослые люди переживаем о мнении других. А что скажут? А может это будет плохо? А может это не понравится? У нее этого нет. Это супер. И у нее нет страха перед новым полотном, перед белой бумагой, перед чистой, как, скажем, у взрослых. И я начала перенимать это у нее. Делать быстрые скетчи, не думать о результате, думать только о процессе, наслаждаться самим процессом. Родители Алисии никогда не вмешиваются в процесс создания картины. Никаких подсказок или нравоучений. У Алисии полный карт-бланш и отсутствие ограничений. Ни во времени, ни в материалах, ни в техниках. Потому что каждый имеет свое видение. Скажем, это просто ее как хобби, развитие такое. То есть, как она это видит, так и есть. Со временем мы будем по чуть-чуть учить ее. Но эти детские, этот период, он очень уникальный. Он никогда уже не повторится. Поэтому каждая работа, она такая, как просто нам на память. Каждая работа, она такая, как просто нам на сгадку. Сложнее рисовать маркерами, потому что они потом высыхают и... Они не имеют такую яркость, как краски. Поэтому их больше можно использовать на бумаге. На папере. Потому что на бумаге хорошо они рисуют. Мне интересно смотреть, наблюдать за ее процессом. Я люблю смотреть, как художник рисует. Я много наблюдала за разными художниками, имела возможность, как они рисуют, сам процесс. И это настолько захватывает, что ты не можешь вмешиваться. Ты видишь процесс, и ты не можешь вмешиваться. Алисия находит возможность писать каждый день. Это даже могут быть небольшие зарисовки на клочке бумаги. Но свои творческие, фундаментальные работы она создает в студии. Это надо выделять время. Конечно, не может быть так, что ребенок без конца сам себе это все организует. Это сложно для нее. Во-первых, даже физически какие-то такие вещи сложно сделать. Тем более, когда она была меньше. Тем более, это все надо организовывать. То есть, нам, родителям, надо прикладывать такие сознательные усилия для того, чтобы ребенок рисовал. Это нелегко. Мама, открой. Все? Давай. Давай мне почеть. Давай мне ничего. Давай будем так ставить. Ага, в рядочек. Тебе и такая, и такая нужна? Да, я буду рисовать разными. Потом-то Алиса удивлялась. Как это она не удивлялась? Но ведь удивительный день еще только начался. И нет ничего удивительного, что Алиса еще не начала удивляться. Наша героиня Алисия родилась в семье, которая к рисованию имеет самое прямое отношение. Родители Алисии – художники. И тягу ребенка к прекрасному хорошо понимают. Видимо, у людей всегда какие-то такие данные передаются от родителей. От бабушек, дедушек. У меня мой папа – очень талантливый дизайнер. Они с мамой вместе занимаются интерьерами, экстерьерами и ландшафтом. Мама работает в 3D Max, то есть они очень творчески работают вместе. И это уже на протяжении очень многих лет. Моя тетя, у нее тоже такой талант к рисованию. Соответственно, и у меня всегда какая-то такая была тяга к искусству, к рисованию. Я всегда нахожу время или возможность. Даже когда нет времени, все равно нахожу возможность хоть немного порисовать. Желание рисовать здесь и сейчас родители Алисии всегда принимают. Стараются идти навстречу и не ограничивать в самовыражении. Не ругают за испачканное краской белое платье или волосы. Дает возможность полностью погрузиться в процесс и наслаждаться им. Алисия создает целый перформанс. И даже любит пританцовывать, когда пишет картину. В психологии такой процесс называют арт-терапией. Она помогает выражать свои эмоции через рисование, через искусство. Я думаю, что даже в формировании ее личности сыграло то, что она рисовала. У Алисии отмечают удивительный дар подбирать разнообразные оттенки, которые на первый взгляд могут показаться совсем несочетаемыми. Мне нравятся яркие. Обычно я люблю яркие. Мне нравятся яркие. Яркие зеленые, красные, оранжевые. Ну, все такие яркие и один темный. Она очень интересно выбирает, как и у каждого из нас, просто под настроением. Хорошее настроение. У нее такие солнечные цвета. Оранжевый, желтый, красный. А порой бывает, что у нее синий. Ей нравится вот такой какой-то глубокий. Каждый раз по-разному. Своя картина Алисия в основном создает разными красками, иногда маркерами. Использует контуры, блестки, разные бусинки и кристаллы. Но больше всего любит краски. Потому что фарбы можно разбавлять. Потому что краски можно разбавлять. А фломастеры не слишком так можно разбавлять. Так как все они не для этого. Это разве что краски можно разбавлять. Все краски можно разбавлять. Можно разбавлять. Создание картины это настолько творческий процесс, что даже Алисия не всегда знает, куда он может завести и что получится в итоге. Но во время самой работы она точно знает, что рисует. Нам всегда, да, это никогда не попадает в кадр, но она всегда это говорит. А вот море, а это птички. То есть, когда мы наблюдаем за этим, то она нам рассказывает. А я рисую это. Возможно, она не может передать это буквально, как оно выглядит. Но вот она хочет это передать. То есть, что-то там есть. То есть, это не просто набрызгивание краски. После путешествия она любит чемоданы рисовать, что она упаковала в этот чемодан. А я взял с собой это, это и это. Все там себе передает. Если в мире все бессмысленно, сказала Алиса, что мешает выдумать какой-нибудь смысл? Родители Алисии стараются развивать ее разностороннее. Она любит кататься на самокате, учит английский язык, а помимо рисования, часто лепит из глины фигуры. Говорит, что любит это занятие даже больше, чем писать картины. Потому что потом, потом можно сберечь что-то. Просто с глиной можно сделать форму, а с картиной нет формы. С стеком можно сделать, например, квадратик, а контуром не нарисуешь квадратик. Ну, у меня много картин, просто я квадратики не рисую, у меня не получается. Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. Маленькая Алисия из Тернополя, как и ее родители, еще совсем не знает, какую профессию выберет и кем станет, когда вырастет. Но она точно будет жить в гармонии с окружающим миром, будет наслаждаться удивительным процессом создания картин и сделает свой осознанный выбор. Я по собственному детству помню, что дети мои, одноклассники, друзья, которых родители куда-то силой пихали, они никогда этого не хотели. Поэтому это чисто ее выбор. А мой, она будет танцевать, а может она будет еще кем-то, какая-то еще другая профессия. То есть мы ни в коем случае ее не подталкиваем. Дерзкие и талантливые, смелые и неугомонные, самостоятельные и счастливые – они наше будущее. Они – будущее Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова